Медиагруппа Авангард представляет Да, спасибо большое за вопрос. Мы являемся центром ГОСОПКО с 2019 года, с сентября месяца, но при этом первый опыт взаимодействия появился еще раньше в рамках, наверное, ключевого для нашей страны мероприятия чемпионат мира по футболу в 2018 году, в рамках которого мы взаимодействовали в оперативном режиме по киберугрозам. Также в рамках ключевых мероприятий, включая референдум, например, проводящийся в июне месяце по всероссийскому голосованию по изменению поправки к конституции, мы также защищали инфраструктуру Департамента информационных технологий правительства Москвы. Ну и в целом мы ведем довольно плотную плодотворную работу с коллегами, обмениваемся как индикаторами компрометации, так и свежими векторами угроз и техниками и тактиками, которые используют зломышленники. Интересно, скажите, пожалуйста, Алексей, еще в период пандемии, последние полгода-9 месяцев, насколько возросло или, наоборот, уменьшилось количество заказчиков, которые решили подключиться к вашему соку? Ну, на мой взгляд, все-таки большинство заказчиков заняли выжидательную позицию, это в первую очередь было связано с неопределенностью в части бюджетов, но при этом в рамках, опять же, пилотирования сервисов, в рамках повышенного спроса и интереса, конечно, он возрос. И в первую очередь это было связано с тем, что люди отправились на удаленку, что многие зломышленники по разным причинам стали проявлять большую активность, начиная с попыток взлома периметра многих компаний и заканчивая длительным присутствием инфраструктуры с целью осуществления вымогательства, путем, например, шифрования данных, либо попытки кражи каких-то существенных персональных данных и других данных пользователей организации. То есть не только в целом мир изменился, изменились повадки атакующих, но и нам с вами, как защитникам, приходится тоже под этот мир подстраиваться и выдвигать свои редуты, чтобы всего этого избежать. Да, абсолютно верно. И поэтому в том числе, например, мы запустили услугу СОКО для небольших организаций, у которых нет, может быть, бюджетов крупных федеральных органов исполнительной власти, крупных промышленных энергетических компаний. И сейчас активно продвигаем мы именно в регионах, то есть эта услуга называется ЭРО. И основная ее функция – это покрытие базовой инфраструктуры заказчику с точки зрения мониторинга выявления угроз и полуавтоматизированное оповещение для того, чтобы просто экономить и человеческие ресурсы, которые недешевы, и экономить мощности лицензионных СИЭМ-систем, которые используются в нашем СОКО. Да, я поддерживаю, что для регионов, в том числе и для небольших компаний, это может быть очень востребовано. И, наверное, заключительный вопрос, Алексей. Насколько мне известно, вы сейчас являетесь не только сервис-провайдером, но и накопив определенный опыт, знания и имея соответствующий персонал, сейчас относительно недавно вывели на рынок свой консалтинг. То есть сейчас вы помогаете компаниям не только подключаться к вашему СОКО, но и строить собственные СОКО. Да, действительно, но на самом деле первый опыт построения СОКО был в далеком 2015 году, это национальная система платежных карт. Просто сейчас, помимо построения СОКО классического, мы предлагаем уже существующим СОКО в России повысить их уровень зрелости. Благодаря как раз нашему контенту, нашему консалтингу, нашей помощи, в том числе выстраиванию внутренних процессов. Отлично, очень информативный получился диалог. Большое спасибо и удачи вам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...